Старый дом на Среднефонтанской 29. В ночь с четверга на пятницу здесь рухнула веранда. По счастливому стечению обстоятельств никого не убило и не покалечило. Местным так везет уже не в первый раз. Несколько лет назад обрушение было куда более серьезным и тоже без пострадавших. Вчера мы обошлись очень сильным испугом, очень сильным, потому что уже не знали, что падает в этот раз. Потому что, например, в сентябре 2016 года было разрушение похуже. У нас упал полностью фронтон. Если вы туда снимете, вы увидите многоэтажки, которые там строятся. У нас дом не газифицирован, дом аварийный. Значит, мы делаем ремонт, и вот если начал сосед делать ремонт, он здесь начал делать сосед, здесь провалился в подвал, вообще полностью галерея. Здесь лет 10 тому назад, 15, не помню, упал сосед, разбился, лежал с перебитым позвоночником, потом умер. Когда приходят из мэрии и спрашивают, а жертв нету, вот такое желание, чтобы сейчас прямо на месте была жертва, просто кого-то задушить. Двухэтажный дом давно был признан аварийным. Его должны были снести еще 17 лет назад. Однако застройщик в последний момент отказался проводить работы в этом микрорайоне. Поэтому здание так и осталось нетронутым. Новых жителей сюда заселять запретили, однако люди каким-то образом все равно прописались по этому адресу. В некоторых квартирах было зарегистрировано больше граждан даже после запрета, чем было до того. Значит, в частности, в квартире 18, насколько я знаю, в этой ситуации зарегистрировано 14 человек, в том числе и дети. Некоторых людей, наоборот, отселили, в частности, из той части дома, которая рухнула. После инцидента во временное жилье переехали еще пятеро жителей из двух квартир. Обещают отселить и других, еще три десятка человек. Сейчас на месте работают спасатели и эксперты. В течение недели они предоставят результаты исследования конструкций дома. Тогда и станет понятно, что делать дальше. Либо это будет усиление конструкции, либо это будет разбор этой конструкции. На момент, пока будет проходить экспертиза, проживать жителям в своих квартирах небезопасно и недекомендовано. Им будет предложено место, где проживать на это время. Напомню, в понедельник, 18 мая, на Торговой 20 также обрушилась часть старого здания. Люди услышали, как трещит дом и успели самостоятельно эвакуироваться до того, как стена обвалилась. Им предоставили временное жилье. Они, как и жители Среднефонтанской, ждут результаты экспертизы, чтобы понимать, кто им будет компенсировать ущерб и кто предоставит постоянное жилье. Константин Гречан и Виталий Хемий, Владимир Ившич, телеканал Репортер.